библейский портал экзегет.ру представляет седьмая глава книги притчи читаю перевод российского библейского общества для библейского портала экзегет у нас были в шестой главе наставления такие очень практичные да вот что не нужно быть поручителем чужого долга что не нужно ходить чужой жене то муж ее тебя убьет а седьмая она наоборот немножко нас возносит да вот в этой книге сочетание каких-то очень бытовых простецких таких правил и замечаний и одновременно высоких наставлений сын храни мои слова и мои наказа береги соблюдай мои заветы и будешь жить мой наказ береги как зеницу ока на сей как перстень запиши на скрижале сердце скажи мудрости ты мне сестра и с разумением породнись то есть не просто делай то что я говорю да вот мы уже не раз это встречали в этой книге вот здесь еще раз но прими это как часть себя скажи мудрости ты мне сестра то есть мы бы сказали как приобрети мудрости есть такие места где так говорится но это не так просто а вот скажем назвать ее своей сестрой то есть кем-то родным близким кем-то таким вот с кем ты будешь вместе с кем ты готов общаться да вот это уже первый шаг к тому чтобы ее приобрести и вновь самая главная опасность для молодого парня это самая замужняя распутница которая его заставит во первых все ей приносить а во вторых подвергает его опасности мести со стороны мужа и вот здесь такой очень яркий портрет так убережешься ты от чужой жены от замужней с ее ласковой речью как-то взглянул я в окно посмотрел сквозь оконную решетку решетка как и у были потому что рам таких вот как сегодня не было значит это средство защитить окно и увидел среди простаков заметил среди молодых одного юнца неразумного он бродил по улице где она живет направлялся к ее дому в сумерках на закате дня под покровом ночи во тьме вот он такой постепенно к ней идущий под покровом ночи во тьме конечно ничего не разглядишь но это наверное тьма такая скорее символическая да то есть он прокрадывается к дому ночью чтобы его никто не видел но одновременно он во тьме в неразуме у нас сравнивалась тут премудрость со светильником вот она позволяет человеку увидеть свои пути а он лишен этой премудрости поэтому придет вслепую а навстречу ему женщина в одежде блудница с лукавым сердцем неугомонная дерзкая дома ей не сидится то она на улице то на площадях возле каждого угла подстерегает ухватилась она за него поцеловала и с бесстыдным видом говорила я пиршественные жертвы принесла я сегодня исполнила обеты потому я и вышла тебе навстречу искала тебя и нашла обратим внимание она начинает с того что она принесла обеты и жертвы да вероятно речь идет о том что она обещала богу принести некоторую жертву если все будет у нее хорошо и вот она ее принесла пиршественная жертва как переводит российское библейское общество или мирная жертва но мирная жертва по-русски не очень хорошо это традиционный перевод имеется в виду жертва которую человек приносит и священник сжигает на алтаре определенную часть туши животного остальное идет на угощение то есть это праздник и она говорит у нас сегодня праздник в доме причем праздник религиозный да я исполнила обеты я благочестивая женщина оказывается можно приносить богу жертвы одновременно вот так себя вести другое дело что это совершенно никак не помогает приблизиться к нему но есть и такой вид благочестия в кавычках да когда человек живет как он хочет но при этом приносит какие-то жертвы соблюдает какие-то внешние формы религиозной жизни потому я и вышла тебе навстречу искала тебя и нашла ну праздник же надо отметить покрывала постелила и она ложит цветные египетские ткани надушила постель миррой алое кинамоном не просто так она его куда-то там в сарай тащит да все красиво сделала убрала постель очень красивый первое чем она говорит конечно постель да то есть все понятно на что намек а то есть вот такой случай когда все крайне притягательно до дома вкусная еда постель красиво убрана там и красивые ткани и запахи хорошие да вот все замечательно приди натяжимся ласками до утра сполна насладимся любовью ведь мужа нет дома он отправился в дальний путь захватил кошель с деньгами не вернется домой до полнолуния он видимо купец который занимается дальней торговлей раз он взял кошель значит у него там какие-то сложные дела это все надолго отлично как здорово у нас много времени обольстил его множеством уловок ласковую речью заманила и тотчас пошел он за ней как бык идет на убой как олень ступает ловушку где стрела пронзит ему печень видимо такое устройство когда олень скажем там вот рвет какую-то веревку натянутую то выстреливает самострел да как птица летит в селок не знаю что поплатится жизнью вот ее речи ее приготовление естественно это такая же ловушка которая приносит смерть и и добыча и и добыча этот самый неразумный юноша так вот послушайте меня дети внимайте моим словам да не свернет ваше сердце на ее дорогу не блуждайте по ее путям ведь многие пали ее жертвой немало людей она погубила ее дом это путь в шиол дорога к обителям смерти ну вот мы видим наверное такое самое подробное яркое описание этой самой блудницы то есть женщины которая ищет себе молодых красавцев для развлечения когда ее муж уехал и как все это ужасно и насколько все таки это выглядит так респектабельно начинается с того что это обряд жертвоприношения потом вот эти вот красивые ткани выглядит то все хорошо да смертельно опасно что противоположно вот наверное такой скромный но добродетельный брак не совсем 8 главе узнаем он Продолжение следует...